Айша Гарифовна Голымбаева родилась 29 декабря 1917 года в селе Исик Алматинскую область. В 1943 году окончила Алматинское театральное художественное училище имени Гоголя, где ее учителями были известные художники Леонид Лимонтьев, Алексей Бортников, Абрам Черкасский. В 1949 году получила диплом художественно-декоративного отделения Всесоюзного государственного института кинематографии в ГИК в Москве. Получила специальность художных постановщик фильмов и вернулась в Алматы. Работая на Алматинской киностудии художественных и хрониками фильмов, создавала эскизы кинолента, песни Абая, поэмы любви, девушка-чигит, это было в шугле и во время при вере. Альча Голымбаеву увлекалась изучением традиционного казахского и скульптуры, особенностей декоративно-прикладного творчества, национальной одежды казахов. Хорошо зная арабский язык, читала старинные книги, делала зарисовки, потом ездила в экспедиции по Казахстану, разговаривала с людьми, уточняла деталь, чтобы не смешать узбекские, киргизские и казахские костюмы. В 1958 году был издан иллюстрированный альбом «Казахский народный костюм XIX века» из 60 рисунков. Его ввозили на декаду казахского искусства в Москве, где он имел большой успех. По мотивам фильма «Песня Абая» она создала картины «Велев Саку. Суд властителей», а также «Келенки Сюрекище», «Первая встреча со снохой», «Пой», «Айтыс», «Киздесу», создавала эскиз и декоратив «Фильмы». В 1949-1966 годах Айша Голымбаева преподавала в Алматинском художественном училище. В 1966-1969 годах в Казахском педагогическом институте имени Абая. Народная художница Казахстана Айша Голымбаева является лауреатом государственной премии имени Чакана Валиханова, кавалером орденов в знак почета и трудового красного знамени. Айша Голымбаева вошла в историю национальной культуры как первая казахская женщина, ставшая профессиональным художником. Она была не только талантом и живописцем, тонко и думчиво раскрывшим национальную тематику, но и художником кино и одаренным мастером, восставшим старение казахских национальных костюмов. Но как неувлекательна была работа в кино, как и непрекрасна народная одежда, этого художницы было мало. Ее увлекала живопись, где здесь можно было самой выбирать, что и как писать. Среди сохранившейся работ особенно хорош Чабан 1949 года. Уверенность штрихи лица, руки возник в убедительный характер. Каждая деталь передана с волнительным интересом. Удивительный талант колориста, особенность создания ярких и выразительных образов, национальных подух и методу художественного воплощения, особенно ярко проявились в искусстве станковой живописи. Своеведение «Дитя природы и человека» художница отразила в таких прекрасных работах, как «Портрет народной мастерицы бассейновой», «Вкусный чай», «Пиала кумыса», «Народные таланты», «Мы горды временем», «Песен Казахстана», «Вышатый камешек», «Мать героиня». Наряду с сюжетными и портретными композициями художница увлекается национальным натурмортом. Здесь она чувствует себя свободно, составляет бесконечное множество композиций с окружающих предметов. Это как бы выхваченные фрагменты из ее жизненной среды, естественно гармоничной, несущей особое ощущение красоты, покоя и вдохновения. До стаха Айше Галинбаеву удалось передать языкам живописи уникальные особенности жизни своего народа. Несмотря на пережитые голод и войну, ее произведение отмечает неповторимую оптимизм. Неудивительно, что созданные красочные образы восхищают уже не одно поколение зрителей. Произведением мастера являются классики национального изобразительного искусства. За свою жизнь Айша Гарифовна получила немало наград. Но самое главное творить красоту и радовать зрителя она даровала себе сама. Она обладала тем, что мечтает любой художник. Мастерством, мудростью, неутомленной душой. Мастерством, 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 м